Эльвира берет мастихин, снимает эту краску, которой она работала, 13 часов, 13 часов работы. Человек, который занимается творчеством, его жизнь становится богаче, внутренне богаче, то есть ты по-другому начинаешь видеть мир. Это способ наслаждаться, радоваться жизни, переключаться, и порой даже неважно, как ты это делаешь. Ты идешь, и ты везде замечаешь что-то красивое, и это делает твою жизнь намного интереснее. Здравствуйте, меня зовут Анна Костальская. Вы смотрите подкаст «Чистый лист. Разговоры о творчестве с интересными людьми» на канале «Энтеркласс». Сегодня у нас в гостях целых две интересных творческих личности. Это Виктория и Эльвира Шамины, создательницы, владелицы, хозяйки художественной, да? Мы уточнили, не творческая, а художественная мастерская, потому что творческая мастерская — это скорее то, что происходит здесь у нас на «Энтерклассе». Это пространство проявления, вдохновения, хобби. А вы представители такого академизма, да? Да. Как есть. Выпускницы строгановки, преподаватели в прошлом строгановки, а теперь не менее весомых вузов, верно? Вот скажите, пожалуйста, наша аудитория, ещё раз повторюсь, это очень творческие люди, которые разрешили себе проявляться в этом. Кто-то там в 40, в 50, в 70 начал рисовать, неважно, акварелью, графикой, и как будто бы немножечко всегда слегка извиняется за то, что у меня-то образования нет, а вот у вас-то образование есть. Расскажите немножко, пожалуйста, ну вот Строгановка, да, что это? Какое место на Олимпе художественных вузов занимает Строгановка? Почему туда так все стремятся? Ну, конечно, Строгановка вуз такой исторически сложившийся, и там есть свои традиции, которые даже до сих пор где-то есть. Поэтому он именитый, и, конечно, туда все стремятся. Там есть какие-то архивы, и музей интересный Строгановский. Много мы работали, когда я училась в этом музее, там проводились какие-то у нас интересные обучательные курсы. То есть когда вуз такой подкреплённой историей, это особенно приятно. Традиции, да, питается? Традиции. И надо сказать, что ещё даже само здание интересное. То есть ты ходишь, когда по Москве видишь интересное здание, то есть там мархи, это же было Строгановское, там общежитие, там на Мясницкой, Строгановского училища. И ты ходишь, и ты всё время видишь какие-то точки. И, конечно, это даёт такой шар вузу, который, с одной стороны, и есть, и при этом ещё вынуждает его как-то держаться, себя, наверное, подбивать. Соответствовать, да? Да, соответствовать. Плюс, наверное, в Строгановке есть ещё такой важный момент, что несмотря на какие-то изменения, общие тенденции мировые, всё равно сохраняется какая-то канва, Строгановка тоже где-то старается этому соответствовать. Но есть какие-то ключевые моменты, которые всё равно они пытаются, скажем так, сохранять. И многие тоже, и вузы, и люди из других городов, поскольку Строгановка на слуху, они ориентируются на какую-то базу, которая, как ни странно, была заложена ещё когда-то. И хотя какие-то изменения претерпеваются, но всё равно суть идеи этой базы, она остаётся в сознании людей как раз как какое-то что-то такое главное. В чём суть? Что такое база Строгановки? — Наверное, надо просто уже обращаться к истории, к моменту создания Строгановки. Это же было вначале Строгановское училище, потом она поменяла статус, потом она была университетом, теперь это академия. — Ещё и в Хутемасу. — Да, ещё и в Хутемасу. — То есть там вообще другая формация. — То есть она прошла действительно разно. То есть сейчас это высшее учебное заведение. — В Хутемасу это Строгановка была? — Я просто не углублялась в Хутемасу, это же то, что вообще сделала до XX века. — Да, 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 это тоже Строгановка. — Ну надо же. — И хотя происходит текучка, кто-то в одном месте работает, потом кто-то уезжает, какие-то проекты. То есть не всегда люди всю жизнь работают в Строгановке, а часто вот это какой-то этап их жизни. Но сам факт, что там проходили такие известные мэтры, там, 20-х, 30-х годов, то есть очень известные фамилии, которые как раз вот и дают вот этот прекрасный тоже флёр, такое настроение. И те, кто хоть немножко разбираются, но они понимают, что Строгановка — это что-то такое, где когда-то ступала нога, рука мэтров, кажется, показывает. — Наверное, прелесть в том, что в Строгановке сложилась программа годами, которая, конечно, она меняется, но в целом есть такая программа, которая помогает людям хорошо обучаться, то есть от какого-то простого, как бы более к сложному. И это длится уже, получается, уже не один век, и из-за этого это какая-то является вот такой константой, от которой можно отталкиваться для создания даже там каких-то программ других вузов, то есть это уже такая обкатная программа. То есть сначала мы начинаем с геометрии, потом сложнее и сложнее, и из-за того, что есть такое базовое академическое образование, от этого, то есть есть какая-то база, на которую можно, в принципе, ориентироваться в вузах. И в основном, когда какие-то вузы, если у них академическая направленность, то есть разные вузы художественные, совсем не связанные с академией. Ну, в целом, эта система, она работает. — Выпускает крепких профессионалов? — Конечно, бывают разные случаи в жизни. Нельзя сказать, что если ты окончил Строгановку, ты сразу всё освоил. Потому что, конечно, люди разные, и учат люди тоже по-разному. Но если человек учится и интересуется всё-таки, чему он занимается, он всё-таки, конечно, может обрести хорошую базу. — На этом Олимпе художественного образования Строгановка, что Репина, если говорить о московских, Глазуновок. — Сориковка. — А если в Питере это... — Репинка как раз и Штиглица. — Штиглица. А что ещё? Какие вузы? — Ещё у нас есть Глазуновка, которая бывшая академия художества, московская. — Да, да. Там немножко свой подход тоже такой, но тоже это академическое, что у нас есть из таких прям больших. — А я бы, наверное, ещё вот какой момент сказала. Проблема, мне кажется, не в том, что люди относятся к вузу, что вот идёт даже какая-то конкуренция среди вузов. Надо сказать, что у нас были такие приятные моменты, когда были даже конкурсы, кстати, среди вузов. И вот в своё время Эльвира получила первое место сама по себе среди студентов разных вузов. Была выставка «Учитель-ученик». Преподаватель Эльвиры Александр Афанасьевич Ласенков получил даже медаль. Занял первое место среди преподавателей. Их даже в каталоге Строгановки напечатали на соседних страницах. — Парная такая выставка. — Но смысл не только в том, что идёт конкуренция среди вузов. А каждый вуз, он немножко ориентирован на своё. И многие же не поступают в Строгановку. Не так, что она, например, плохая, а фи, я не пойду в Строгановку. Или там, ой, Суриковка, это не моё. Дело в том, что здесь скорее идёт ориентированность на какие-то разные темы. Например, в ГИК затрагивается одна история. Искусство просто настолько многогранное, настолько обширно, что вот как раз потихоньку мы, кстати, к теме хобби потом перейдём, что один художник с собой не может закрыть все вехи. Соответственно, один вуз тоже. Он может дать какой-то старт, он может дать базу. Но часто развитие у людей происходит уже после окончания института. — Конечно, безусловно. А если можно описать, например, в ГИК, Строганов, Штиглица, может быть, ассоциативный ряд. Если я иду туда, то я получу. — Штиглица ближе к Строгановку. — Да, они такие парные немножко вузы. — А, окей, ну хорошо, просто промышленные. — Есть художественно-промышленные вузы. Это когда ты изучаешь какую-то профессию, и к ней у тебя художественная часть. То есть вот в Строгановке там проектирование интерьеров, проектирование мебели, вот опять же, там монументальная живопись. То есть ты облетаешь как бы ремесло, что-то связанное с промышленностью, и это художественное ремесло, художественная промышленность. А есть чисто художественные вузы. Это вот как раз Репинка и Суриковка, например. Там все специальности, ты выходишь как бы чистым художником, в том смысле, что ты... Ну или чистый скульптор. То есть ты не связан как бы с промышленностью. — Неприкладная какая-то. — Ну как бы неприкладная. То есть ты скульптор, ты прям скульптор. Ты художник, монументалист. Понятно, что это каким-то образом всегда связано с какой-то промышленностью, но строгановка, она прямо на это нацелена. Ты проходишь практику там где-то, на каких-то заводах, на каких-то фабриках. То есть ты вот в этом деле очень сильно ходишь. То есть черчения очень много, например. Вот я же проектирование интерьеров, я чертила, мы ездили на фабрики, на мебельные, изучали, и со станками я работала. Все это было интересно. То есть ты попрекаешь такую какую-то твердую еще специальную дополнительную. Проектирование интерьеров – это то, что сейчас у многих на слуху. Это то, чему учат онлайн-курсы за две недели. А тут проектирование интерьеров вот такого масштаба, мастодонского буквально. Ну что, чем вы занимались? Что вы так глубоко изучали? И почему вот так долго готовят таких мастеров? Что это за интерьер? Конечно, интерьер – это серьезная специальность. И даже люди, которые в ней работают, не все выдерживают, потому что это, во-первых, ответственность большая. Потому что, наверное, за две недели ты можешь освоить какую-то, не знаю, две недели вообще ничего нельзя освоить, мне кажется. Ну или даже брать короткие курсы какие-то просто. Ты можешь стать как немножко декоратором интерьеров. Но на самом деле, ведь интерьер ты когда делаешь, ты занимаешься полностью архитектурным всем расчетом. И полы считаешь, и сходки, и сантехнику, и электричество, и все эти вот эти мелочи. И розетки, и это все. Что значит считаешь? Выстраиваешь композиционно? Не только композиционно, а чтобы оно работало. То есть это все должно работать. Это дизайнер интерьера, не инженер, не строитель? Он обычно один. То есть у него могут быть помощники какие-то, но в целом, вот у меня муж в архитектуре работает, и он считает все практически. Там у них проект какой-то. И он считает все от начала до конца. И интерьер тоже в это себя все включает. И поэтому ты когда учишься, я училась тогда было 6 лет, ты считал все. От начала, именно чтобы это было не просто декор, как бы, а это именно техническая работа. То есть кроме вот вдохновения и благорастворения воздушей, очень-очень много математики, черчения, точного подхода. Да, да, да. И то же самое не только вот на интерьере. Интерьер, допустим, мы можем понять, ну что тут есть розетки, сантехника, ты его понимаешь. А есть, которые в профессии люди не всегда сразу понимают, что они точные, вот монументальная живопись. Ну, казалось бы, живопись. А реально там тоже есть и расчеты, расчеты материала, расчеты веса, вот этих вот каких-то монументальных изделий, сопромат, как это висит на этих стенах там каким-то образом. Ну, там разные же виды. Это все надо считать. И поэтому еще везде есть сопромат, у меня была химия и физика, и все это там немножко есть. Ну, физика это не называется, называлась технология, но в целом там все вот это было. И там есть реставрация. Реставраторы должны знать немножко химию, даже не немножко, потому что... И вот это и есть вот эта прикладная часть, которую ты должен как бы знать. Поэтому так долго. Сначала ты просто разбираешься в каких-то художественных приемах, там добавляется технический, потом ты учишь это все собирать. И в целом я училась 6 лет, и когда я училась 6 лет, все учились 6 лет. И тогда ты понимаешь, что 6 лет это как бы не так и много для того, чтобы вот это по-настоящему нормально понять. Вот это все. Я, кстати, вспомнила, что опять же училась, когда я на керамике. Керамика, казалось бы, но всем кажется, что это что-то легкое, прекрасное. Маленькие вазочки в интерьере. А на самом деле начиналось у нас тоже с основ архитектуры, вот первый курс. Потому что конструкция несущих несомых, разработка порталов, чтобы они не перетяжелили это все. Тоже очень большое внимание уделялось, как ты будешь встраивать вот эту керамику в пространство именно архитектуры. Что ты не просто такую вазочку купил, сегодня поставил, завтра она разбилась, ты поставил другую вазочку. И то это тоже, когда дизайнер создает или проектировщик, когда создает, он сразу закладывает какую-то цветовую точку, цветовое пятно, даже в виде вазочки. Но если говорить именно о керамике, то все равно уже было основ архитектуры. Например, какие-то порталы. Ты должен рассчитать так, чтобы это не перетяжеляло конструкцию. Начиналась та же архитектура, основа архитектуры с несущих несомых, а потом та же самая химия и так далее, чтобы все это работало, чтобы все соответствовало, чтобы было долговечным. И фактически постоянно, вот, наверное, эта особенность Строгановки, ну, в принципе, наверное, в Суриковке, когда люди работают с монументальными полотнами, это всегда учитывается, интерьер, с которым ты работаешь. Но ты должен еще рассчитывать именно техническую составляющую, насколько стены выдержат, какие возможности. То есть, вот, наверное, особенность, опять же, Строгановки и Штиглица, и, я полагаю, еще вот есть промышленные вузы в Екатеринбурге. Есть вузы, где действительно идет расчет, когда ты создаешь какую-то творческую работу, но ты не сам создаешь по заказу, и потом у тебя выкупают ее и ищут место, например, в каком-то музее, где лучше ее повесить для зрителя. А ты сразу должен продумывать и закладывать, как это будет работать с интерьером, какие технические показатели. До такой степени, когда у нас был заказ рамы, мы продумали, какая рама, чтобы стена выдержала, у нас был очень крупный заказ. Заказали только... А, керамическую раму. Это заказали работу живописную, но нам приходилось все равно рассчитывать, опять же, раму, чтобы вся эта конструкция... Керамическая. И стена... Нет, это уже не керамическая. А, керама была обычная. Обычная, да. Она была деревянная. Она была деревянная. Она же, когда огромная, она очень большая. А вам в рамках вашей мастерской уже, когда вы уже... Ну, это уже наша живописная работа. У нас был заказ большой просто. И когда надо было же оформлять в раму, подобрать эту раму и к интерьеру подобрать, и чтобы на их стене это все выдержало. Это ты сразу вспоминаешь, как это должно рассчитываться там по-лёгкому. То есть, начиная от керамики и кончая живописью, если у тебя идёт художественно-прикладной подход, то ты не просто пишешь вот как творческий художник, а часто ты уже продумываешь, что в каком пространстве ты будешь находиться, начиная от живописи и кончая тем, как ты будешь оформлять и как эту живопись ты будешь страивать в интерьер и насколько несущие конструкции вынесут твою идею на своих плечах вместе с оформлением. Монументально. Так же, как твой факультет. Возвращаясь к Олимпу художественных вузов, программу каждого можно характеризовать как путь от простого к сложному, и поэтому на выходе мы получаем, ну пусть не готового профессионала, но человека крепко стоящего на фундаменте базового образования. А почему тогда, если мы идём от простого и поступаем учиться, туда так невыносимо сложно поступить и туда как будто бы уже берут, я не знаю, виртуозов, кисти, я не знаю, и мастихина, или это клише, как вообще сложно поступить? Поступить? Сложно. Сложно поступить. Я вообще, это одно дело, моя позиция жизненная, другое дело, общая как бы социальная составляющая, которую мы всё равно должны учитывать. Я считаю, что если человек хочет учиться, его не надо ограничивать. Из-за того, что у нас творческое... Я вернусь к вузам, всё-таки небольшое отступление будет, поскольку у нас достаточно большой опыт, я бы сказала, очень большой опыт, с нулями на конце, с нулём, с нулём на конце. Надо сказать, что когда люди работают, то часто люди приходят, настолько кажется, что всё нелепо. Если это приводят родители, то они говорят, «О боже мой, как вы думаете, что он ведь получит из моего ребёнка?» Иногда даже приходят взрослые люди, которые чувствуют, что ты смотришь, это действительно очень сложно, рука их вообще не слушается. И ты действительно понимаешь, что есть люди, которые с первого раза никогда не рисовали, у них сразу это заходит. А потом через какое-то время проходит год, полтора, иногда два, и вдруг у человека как будто бы какого-то он соскакивает с плато, поднимается вверх, у человека начинается развитие, он уже информацию по-другому набирает. Поэтому глобально, я считаю, что если человек хочет учиться, не всегда надо вот такие жёсткие ограничения ставить. Так какие жёсткие ограничения? А теперь по поступлению как раз в ВУЗ. Но когда люди поступают, получается, что мест не так много. То есть, в принципе, есть ограничения. И хотя, казалось бы, они должны набирать тех людей, которые только хотят учиться, и только хотят научиться хорошо писать. Но в итоге желающих очень много, и надо сделать какой-то выбор. Получается, что люди начинают уже конкурировать, и каждый хочет показать себя лучше. А для того, чтобы показать себя лучше, ты начинаешь готовиться. Естественно, те, кто раньше готовятся, дай бог, ещё и правильно готовятся, что бывают случаи, что люди как-то готовятся, но их вот как-то не могут найти свой студию, их гоняет, и в итоге они не приходят к нужному результату. А вот если, как говорится, сошли звёзды, всё получилось, хорошие преподаватели, большой интерес, правильная подготовка, и получается, что в момент, когда начинается вот этот вступительный экзамен, они проявляют себя элементарно лучше, какие-то определённые ряд алгоритмов и показателей, они показывают правильно на экзамене, и фактически, конечно, вы посмотрите, вот, конечно, у этого человека больше возможностей. Человека оценить весь его творческий путь просто невозможно. И в итоге оценивают исключительно по работам, которые они могут видеть вот по результатам. Ну вот, и как будто здесь уходит, так же, не знаю, как в театральных вузах, как будто здесь уходит вот это романтическое, наверное, пусть наивное, но всё же даже до сих пор у меня живущее представление о том, что вот там-то преподаватели с таким-то опытом, несмотря на косую линию, или несмотря на перехватившее там у студента театрального дыхания, они разглядят талант, они увидят, они увидят вот эту искру божью, не увидят, они увидят год подготовки или даже говорят, ходят слухи, что в Строгановке вообще какие-то особые требования к композиции. Лет пять подготовки. Сколько? Лет пять. Да. Пять, минимум пять. Пять лет надо готовиться. Три. Вообще нормально, чтобы это три, прям вот это минимум. Ну то есть уже можно и не поступать. В принципе, после пяти лет подготовки это уже... А это другой вопрос. Потому что, когда ты готовишься, ты набираешь одну базу. Для того, чтобы когда ты поступишь, ты справлялся с тем, что на тебя навалится в ВУЗе. Так, а что же навалится в ВУЗе? Ну то есть вот эта специализация, вот эта узкая история... Я даже хотела сказать не только о Строгановке, когда ты приходишь. Это даже про любой, да. Про любой, это касается не только, это вообще любой. Каждый ВУЗ, зависит от конкуренции, ты должен быть как бы лучше и лучше. Но ВУЗ, в принципе, любой, он так примерно вот работает. Да. Кстати, а как это обычно происходит? Ты приходишь в ВУЗ, ты поступил, ты такой счастливый, у тебя такое вот представление, это как часто мы видим по людям, люди приходят, они говорят, вот я поступлю, вот тогда у меня жизнь начнется. И я говорю, ребята, очень важно сохранить вот этот внутренний баланс, не слишком сильно лететь вверх, чтобы было не больно падать. То есть важно сохранить вот эту спокойную радость и готовность изучать и работать дальше. Ты поступаешь, и у тебя есть какие-то базовые простые навыки, с которыми ты поступил, которые ты лет пять готовил. И вот тут, сказать так, что тебя будут обучать, ходить за тобой по рисуночку, вот нарисуй вот то. Тебе может преподаватель прийти, дать какое-то корректное замечание, но ты должен быть готов, чтобы это считать. У тебя должна быть база, чтобы понять, не говоря о том, что преподаватели разные. Это не значит, что это плохо или хорошо. Это и есть вот этот смысл, этого опыта. То есть один преподаватель любит, например, одну колористическую систему, другой любит другую колористическую. Одно свои какие-то навыки, у другого другие. Настолько обширная жизнь, что каждый частый художник, он занимает какую-то определенную свою, ну или ряд каких-то ветвей, каких-то областей. И когда ты учишься, чтобы ухватить и понять, что ты хочешь, чтобы вообще понять, как тебе развиваться, тебе надо уже с полуслова понимать, что тебе говорят. Не говоря о том, что там носиться с огромным количеством поступивших, никто не будет преподавать. То есть, наверное, что вуз, он как бы для взрослых. Ты должен набрать базы, чтобы у тебя слушалась рука, чтобы ты мог что-то сделать, чтобы ты там знал технически, чтобы ты был подкован, когда ты поступил. А потом в вузе, там же очень большая нагрузка. Даже теоретически эту работу можно было бы сделать без напряга, как бы. Но очень мало времени на всё. И ты должен успевать быстро, совсем справляться, чтобы это было качественно. И поэтому, когда у тебя есть уже хорошая база, ты в вузе успеваешь не просто панически сделал, 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 а ты успеваешь сделать это, чтобы тебе это принесло рост и пользу, когда ты уже подготовленный. Потому что, если ты не подготовленный, ты просто успеваешь только цепляться за вот эти хвосты и что-то делать. А когда ты подготовленный, ты понимаешь уже более высокий смысл как бы этих заданий. То есть, ты пишешь уже не просто там на первом курсе интерморт, например, а ты пишешь уже его, он у тебя уже большой, например, ты его пишешь уже с пониманием каких-то более тонких отношений там в какой-то гамме то есть ты уже начинаешь именно расти а когда ты без подготовки ну например попал туда то ты просто пытаешься его хоть как-то сделать и это и есть вот тоже секрет роста то что конечно на самом деле самые прекрасные мне кажется годы как художника все это вспоминают это самые прекрасные годы это года подготовки потому что ты не должен панически сдавать обычно вот это все ты просто получаешь удовольствие преподаватели при подготовке ну они все бывают разные но у тебя нет вот этих жестких таких вот каких-то прям рамок ты просто все вот вылетишь ты готовишься ты получаешь удовольствие обычно при поступлении у нас на всех случаях складывается приятная атмосфера какая-то но здесь нужно тогда сказать почему я именно вас пытаю про поступление про все эти нюансы и секреты потому что вы собственно в вашей творче-художественной мастерской творческо-художественное объединение готовите к поступлению в вузы в строгановку в частности куда еще поступают ваши очень много вузов то что сейчас сказала элира это как раз касается на самом деле любых художественных вузов потому что вуз выбирается не в зависимости от того что он слуху а в зависимости от специфики кто-то идет на костюм кто-то ранее хоп то да 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 она просто упоительно рассказывала обучение это очень но она вышла живописцем и она любит вот на письме да и такое тоже есть что это как раз опять же специфика профессии и когда мы готовим а то есть наша задача это человека подготовить сделать не просто вот поступил и как бы ладно а все-таки именно за эти годы мы ставим свою задачу привить именно любовь понимание к искусству что они должны набрать вот этот материал даже в вузе набрать скажем так необходимо инструментарий чтобы дальше развиваться как я говорю часто своим вот мы с элирой участки говорим нашим ученикам чтобы построить дом ты должен набрать инструментарий нужно набрать там древесину то есть у менды ресурс да ты должна иметь ресурсы и сам их должна создать понимать как это создается но если ты имеешь эти ресурсы ты в принципе можешь выйти уже на любую свою идею и в зависимости от необходимости в жизни уже добирать это все. И ВУЗ, он фактически, это такая, с одной стороны, это очень творческая вещь, потому что, имея инструментарий, ты имеешь больше возможностей в жизни, даже для воплощения каких-то своих творческих идей. Но все-таки ВУЗ, это немножко, при том, что это творческая вещь, существуют сроки сдачи, очень четкие критерии. И твоя задача, порой очень четко, выполнив какие-то определенные задачи, успеть. То есть, опять же, когда люди готовятся у нас, им, с одной стороны, надо успеть подготовиться к экзаменам, но все-таки те, кто кто-то успевает прийти пораньше, они успевают сделать какие-то творческие работы. У нас, кстати, произошло... Прийти пораньше куда? Прийти пораньше на подготовку, то есть за пять лет до поступления. Ну, где-то да, да, кстати, можно и раньше. Но, конечно, люди приходят по-разному, потому что многие даже не догадываются, что надо приходить заранее. Ну, теперь-то, кстати, я думаю, кстати, если мы максимально сейчас структурируем в головах, ну, это ведь не ребенок принимает решение, правда, за пять лет до поступления, в головах родителей, которые видят, что их дети туда нацелены, или у вас тут все-таки по-разному? Бывает, что прямо дети, вот они хотят, прямо очень хотят, и родители хорошо, когда прислушиваются. То есть, они уже в пятом, шестом классе такие? Строгановка. Да, такое тоже бывает. Ну, пятый, шестой прям необязательно, конечно. Ну, если за пять лет. Несмотря сколько. Бывает так, что родить дети очень хотят, и они говорят, мама, я хочу решать. Поэтому я предлагаю, да, максимально структурировать в головах родителей либо подросших детей вот эту всю, всю эту Голгофу. Знаете, на самом деле, вот очень четко, с одной стороны, нужна структуризация какая-то, а с другой стороны, не все так четко вот подлежит этим алгоритмам. Не хочется, как бы, закрывать возможности. Ты пришел за пять лет, и все. То есть, это как бы лучше, когда ты приходишь к этому поступлению плавно, у тебя нету паники, и ты просто кайфуешь от процесса, ты учишься, ты наслаждаешься. Художественная школа не аналог этого кайфа? Ну, художественная школа, это больше для того, чтобы человек просто понял, что он хочет заниматься. Нравится ли ему вообще этим. Там нет задачи именно обучить поступлению. Ну, конечно, там свои нюансы есть какие-то, но в целом это очень творческое развитие, и не всегда оно дает именно вот этот навык к поступлению. Это скорее, чтобы ребенка просто не спугнуть, и у него желание рисовать, в лучшем случае. Ну, то есть, чтобы он просто рисовал, чтобы ему нравилось. А потом он может выйти на более серьезный уровень, вот на эту подготовку, там уже другие критерии начинаются. И, конечно, у многих людей, которые окончили художественную школу, иногда они думают, что это был предел всего на свете, а потом выясняется, что оказывается, там еще космос какой-то. Только начало, да. Только начало. Здесь хочу сказать о том, почему важно, мне кажется, и полезно услышать все это именно от вас, от тебя, Вика, от тебя, Эльвира, потому что в рамках, кстати, в вашей студии есть название? Artist.ru. То, что в рамках вашей художественной мастерской Artist Hall говорят, это просто я услышала и, собственно, зацепилась за это, и это стало мотивом поговорить более широко на эту тему, у вас какой-то запредельный процент поступления, да? Какой? Ну, условно, из ста человек сколько поступает? Я скажу так, что за все вот эти годы у нас не было случаев, когда люди не поступают. Да, у нас поступает 100%. Да, конечно, каждый раз мы не можем точно знать, сколько это будет, и мы каждый раз волнуемся за наших ребят, но каждый раз все хорошо. Да, это каждый раз. Мы сами даже вот всегда не можем предугадать результат, но пока так складывалось. И все-таки к вам приходят вот эти условные, приводят родителей шестиклассников, чтобы у них был вот этот задел в 3, в 4, в 5 лет. Или постарше даже. Кто этот человек, который пришел к вам в мастерство? Я могу просто рассказать элементарно на примере одной девочки. Часто людям очень хорошо вот дается, когда это идет на примере. Когда наши знакомые, тоже замечательные, известные художники, они привели свою девочку. В 11 лет она привела желание девочку, да, дочку свою, и сказали, что наша девочка хочет рисовать, но она считает, что это вот все вот очень легко. Возьмите ее, пожалуйста, чтобы она поняла, что это серьезный путь. Почему он фонклик? Готова ли она на это подписываться, вот так скажем. Они тоже художники. Они тоже художники. Потому что они понимали, что это не просто рисовать там бабочки в небе. И привели девочку, 11 лет. И когда мы стали поговорить, очень деликатно, мягко, у нас вообще приятная, мне кажется, атмосфера, во всяком случае, мы стараемся делать так, чтобы у людей не отбить желание на всю жизнь. Но мы говорили, что 11 лет – это очень мало, что мы не будем брать все-таки, мы работаем с другим возрастом. У девочки возник такой ужас от того, что надо построить и лилии, и все это надо вести в какие-то точки. То есть элементарно постановка руки. И вдруг мы понимаем, что эта девочка, она еле сдерживает просто от самого вот вида там, что мы поставили этот натюрморк, она сдерживает слезы. И, кстати, родители нас просили именно дать посерьезнее, то есть не обучать вот какое-то легкое детское задание. Мы были с ней и жены, но она вообще не ожидала, что нужно какие-то линии куда-то вообще вести. Она вот так вот приятно, как она видела, как вот, как вижу, так и рисую. То есть очень, кстати, способная девочка, надо сказать. И мы даже не хотели испугнуть. Но произошла очень интересная вещь. Она сходила честно, эта девочка, я даже не знаю, когда выдержала, сделала первую работу. И я была рада, что эта девочка, скажем так, сумела довести эту работу до конца. Проходит несколько лет. Эта девочка пришла к нам в 14 лет. Подождите, что за история? Я немножко потерялась. Вот пришёл ребёнок, который рисовал, да, в 11 лет сложный натюрморт построил и отбила ей это. Нет, я не отбила, как бы родители, они понимали, что ей немножко, они сами знали, что художники, они знали, что ей работать рано немножко. Летом привели её до выполнения одного задания. Да, одну работу хотели с ней сделать, она её и сделала. Окей, сделала очень хорошо. Потом у неё там и школа, они не собирались особенно в этом возрасте её загружать именно этим. Но она, как бы, я понимаю, она не получила сильного удовольствия от этого. Да, она поняла, что действительно профессия. А потом её к нам привели уже где-то, насколько, в 14-13 лет. Её привели нам в 14, да, ну, лет на стыке 13-14 лет. Да, в этой возрасте. И вот тут уже совершенно всё по-другому. И она и ходила, и ей нравилось уже, и делала очень хорошо, и она получала сама от этого удовольствия. Потому что она просто немножко подросла. Она пришла, и уже каждое замечание, каждый какой-то совет мы давали, и она говорит, так, то есть у неё совершенно другой взгляд. Совершенно уже мозг. Вот это то, что называется у педагогических психологов психологическая готовность к школе. Ну, или в данном случае именно зрелость, видимо, каких-то структур. Да, уже зрело, элементарно дозрело. И насмотренность. Вы не представляете, как потрясающе она сделала эту работу. Всё чётко, идеально работало. Ей очень понравилось. Она в промежутке рисовала где-то? Да, она рисовала. Она у нас просто стала заниматься. Регулярно, методично. Ну, в промежутке она для себя что-то рисовала, но не ходила системно. Просто вот именно доросла, дозрела. Просто физиологически и психологически доросла. И надо сказать, что она очень успешно поступила. И куда она поступила? В художественное училище. Они решили в какой-то момент художественное училище. В колледж. В колледж, да. Вот художественное училище или художественный колледж. Вот есть, значит, это один уровень, вот этот олимп, А есть гора чуть пониже, хотя говорят, что вообще ничуть не хуже. Вот этот пласт колледжа, училища, это аналог? Дело в том, что очень часто люди понимают, что они не хотят больше находиться в школе, а хотят больше времени посвящать своему любимому делу. Часто бывает, действительно, родители направляют, которые очень волнуются, чтобы ребенок поскорее обрел профессию. То есть так надо еще закончить школу, а потом поступить в институт, а потом по прошествии шести лет минимум, ну сейчас четыре где-то уже можно, получить наконец долгожданную профессию, что ты можешь официально выйти и сказать, я с бумажкой художник дипломированный, и я могу идти работать. Конечно, в жизни совершенно корректируют все по-своему, и не всегда все вот именно обязательно с высшим образованием, мы опять же об этом попозже поговорим. Но именно после училища часто люди, в основной все-таки процент, это когда люди говорят, я больше не могу в школе, я очень хочу заниматься любимым делом, я хочу скорее идти в колледж. То есть все-таки основной процент, когда люди сами хотят, когда люди понимают, что они готовы посвящать этому много времени, в искусстве есть одна очень интересная особенность. Если ты это любишь, эти часы, пусть даже мучительны, пусть тебя даже ругают, они проходят как наслаждение. Почему опять же люди выбирают вот этот путь? Он непростой. Ты много часов сидишь в одном положении, часто смотришь практически в одну или в две точки, и все время работаешь в одном положении. Люди, которые этого не любят, для них это становится невыносимым мучением. Это мы замечаем часто, когда ребенок, например, не хочет рисовать, родители художники, они говорят, вот ты должен продлить наше вот это вот направление, наши семейные традиции. А ребенок, ну у него склонность совершенно к каким-то другим вещам. А когда ребенку нравится, то ему хочется поскорее нырнуть вот в эту историю. И вот поэтому колледж — это большая прекрасная возможность для людей окунуться раньше в профессию, прийти в свой мир, который им так дорог. Вернемся к поступлению. Ну вот, например, ну нету пяти лет, а есть какой-то запас. Ну да, какой-то временной запас. К вам, кстати, приходят вообще с нуля люди? Вот прям нуля. Мы только с нуля приходят. К вам с нуля? Да, всегда с нуля практически. Когда мы говорим о пяти годах, это как бы некий идеал. Идеал. Но практически его никогда нет. Вот три года — это такая рассчитанная программа, хорошая, спокойная. Какие дисциплины точно надо освоить? Голова рисует голову. У нас делится на три больших таких части. Рисунок, живопись и композиция. Это то, что во все вузы нужно всегда сдавать. Три больших пласта. В принципе, это то, на что делятся практически основные три вида, на что делятся художественные специальности какие-то. Когда ты поступаешь или когда... Ну-ка, а как можно распределить их рисунок, живопись? Рисунок — это то, что рисуется карандашом. Мы берем карандаши и рисуем карандашом. Для поступления в основном всегда карандаш. Когда люди поступают в вуз, там уже начинаются мягкие материалы, сэпи, разные всякие материалы. Но мы говорим о поступлении, поэтому это карандаш. Живопись — это то, что мы рисуем красками, пишем, пишем живопись. Это для тех, чтобы все понимали, о чем речь, чтобы не путали. Потому что она бывает рисунок, называют как-то графикой. Но эта графика — это другое. Почему? Вот графика — это композиция уже. Графика — это техника, такая больше уже графическая. То есть у нас есть рисунок карандашом, живопись красками, то, что мы пишем по заданию в каждый вуз. И композиция — это уже творческое задание, более сложное. То есть мы не что-то изображаем, что нам дали, а творческое задание на то, как ты распределяешь какие-то массы, равновесие, в зависимости от задач, которые тебе поставили в этом вузе. Поэтому три основных таких направления, которые надо... А как это происходит с композицией? Ты физически на столе меняешь объекты? Нет, от тебя дают композицию задания разные. Часто люди путают графику и рисунок. Рисунок — это то, что ты должен показать объемную какую-то форму. То есть это может быть геометричка, это может быть глава. Иногда рисунок включает в себя несколько экзаменов, когда ты должен нарисовать и фигуру, и голову, и какую-нибудь геометрическую форму. Фигуру с натурой, натурщиком, и ты не знаешь никогда, что на рисунке попадется. Да, или портрет, кстати, вот, например, люди часто готовят гипсовые... То есть в рамках рисунка могут студента, абитуриента посадить и рисовать портрет? Да, потому что это одно из экзаменационных испытаний. Часто во многих целый ряд вузов. И получается, что ты в рамках рисунка должен пройти несколько экзаменов. А графика, как правильно сказала Эльберла, это уже техника. То есть на композиции ты можешь работать и в графике, и с цветом, в зависимости от того, какое требование выставляет то или иное учебное заведение. Живопись, она тоже может быть разной, потому что это может быть акварель, это может быть гуашь, это может быть темпера, это может быть масло. Опять же, в зависимости от того, какое учебное заведение люди выбирают для себя. Вот, и получается, что ты должен быть фактически всесторонний, готов выдержать вот разные экзамены и быть конкурентоспособным. Поэтому получается, чтобы люди хорошо развивались, их надо методично готовить сразу по нескольким направлениям. Получается, что люди должны иметь обязательную основу, какой-то обязательный рисунок, живопись и, опять же, композиция. То есть получается такое всестороннее развитие. А для того, чтобы почему, вот как раз речь шла 5 или, может быть, даже не 5 лет. Почему? Потому что, чтобы всесторонне освоить этот предмет, на это требуется элементарно много времени, на это требуется человека часы. И здесь дело не в возрасте, не в вопросе, любитель ты или нет. Ты хочешь это освоить, а это требует элементарного физического вложения времени. И если у тебя правильная подготовка, то ты это время готовишь, расходуешь правильно. То есть ты работаешь целевым образом. И даже если ты по каким-то причинам не захочешь поступать, но ты уже получишь какую-то вот такую творческую, хорошую базу, с помощью которых ты потом можешь идти в любую профессию, скажем так, осваивать уже азы той или иной профессии. То есть это тот инструментарий, с которым ты можешь уже изучать ту тему главную, которая будет твоей профессией. То есть для того, чтобы, например, проектировать те же интерьеры, что для этого нужно? Ты должен уметь делать легкие, например, начиная с самого нуля, и эскизы, и какое-то понимание. Ты должен правильно осуществлять сбор материала, скажем так, правильно вдохновляться. Ты должен уметь легко уже закидывать идею, как ты, например, будешь проектировать, даже пусть это будет посредством каких-то технических средств, интерьер, если ты в голове не имеешь картинки, все равно компьютер — это инструмент. А для того, чтобы правильно все распределить, пространственные, художественные вещи, ты должен иметь в голове вот эту композиционную составляющую. А чтобы иметь в голове эту композиционную составляющую, у тебя должна быть хорошая база за плечами, даже чтобы просто начать. Ты приходишь на первое занятие, тебе дают задание. Например, витрину, интерьер. И человек, который не подготовлен, он просто будет, а как? А так все понимают, что понятно, я должен создать эскизы. К следующему заданию, занятию люди должны уже принести эскизы. А для того, чтобы их создать, у тебя должна быть уже как минимум цветовая подготовка, в рисунке подготовка и композиционная подготовка. Ты должен уметь хорошо работать не просто с цветом, срисовывая, ну как очень грубо звучит обычно, мы все-таки немножко строим, по-другому немножко идет работа. Но ты должен уметь уже в голове понимать и чувствовать, как вот эти взаимоотношения цветовые, световые, тональные работают. Как работают и вес, и равновесие. Это мы сейчас говорим о человеке, который идет поступать на дизайнера интерьера. Ну, просто для примера взяли интерьер. Везде разные композиции, просто интерьер одна. Это вот такого уровня там задания, ты оформляешь витрину. Первое. Это без витрины нет, но там в разных возлах. Я позвела для примера. Ну, там чаще всего, ну, строгалки, например, там надо сделать интерьер. Два вида интерьера. Интерьер надо сделать. Вот, чтобы его сделать, тебе можно дать любое задание, можно попасть, и ты должен с ним справиться. Соответственно, учитывая, чтобы это было не просто интерьерно, а чтобы это было еще и композиционно красиво, чтобы было комфортно. То есть и вашим студентам, если они определились с вузом, вы уже более узкоспециально помогаете? Да, в каждом вузе своя подготовка, потому что везде свой набор экзаменов, и каждому совершенно разные могут быть задания. И поэтому каждому человеку индивидуальный какой-то подход. А есть такое, что однажды я была в комиссии, и куда приходили абитуриенты, приносили экзамены, и там была такая сухонькая старушка, которая мельком, просто мельком, краем глаза взглянув на зашедших вот этих растерянную, вот эту абитуру, которая вот они вот только, она определяла сразу, ну, плюс-минус, куда он идет. Меня, кстати, определила, ну, ошибочно или нет, на факультет иностранных языков я всегда мечтала, но не сложилось. Вот есть такое, что к вам приходит человек, и вы видите, о, этот пойдет в Афгик. Я могу сказать так, что когда я поступала, я принесла работу на комиссию, строгнувку, у нас была потрясающая тоже художность, к сожалению, уже ее нет, Шабанова, она была тоже керамистом, и вдруг она сидела, она уже была, ну, не столь юна, и она, я выложила работу, я как раз поступала, и сейчас я, тогда я писала акварели очень много, и она сидела за столом, говорит, ой, раздвиньте мне, пожалуйста, столы. И я раздвинула стол, она вышла, и она склонилась над моими работами, сказала, там на разные факультеты шел прием, там сидела комиссия, и через эту комиссию люди проходили на разные факультеты. Она обсуждала, ну, вы, наверное, к нам. Вот как раз вот интересный момент. Она говорит, как вы интересно работаете. И, слава богу, высоко оценили, скажем так, на предварительном бале работы, потому что я как раз тоже была тем же самым испуганным абитуриентом, который со страхом тысущимися руками расходу. А что это были за работы, когда она сказала, как вы интересно, что она имела, что она увидела там? Она увидела технику. То есть она увидела, с одной стороны, соответственно, каким-то общим требованиям, которые предъявляют ко всем студентам, скажем так, будущим студентам, к абитуриентам, но при этом она увидела какую-то особенность техники, что так вот люди не работали. Мы занимались до этого у художника Чуков Василия Семёновича, готовились в мастерской. И вот он как раз, мы с ним любили, он как раз давал возможности для разных экспериментов. И, с одной стороны, мы уже прошли с ним какую-то базу, но поскольку нам повезло прийти немного заранее... В каком возрасте вы пришли к нему в мастерскую? Я в 13. Ну, я во сколько? А ты пришла в 12. В 12 я так. В 12. Да, и он тоже очень боялся маленьких, потому что в основном все работают с 14 лет, ну, и с 13 это максимум. Но поскольку так получилось, что он дал тестовое задание Эльвире, мне тоже, и сказал, работать будем. А что он тогда попросил? Он попросил нарисовать натюрморт, посмотрел, насколько... Он поставил какую-то композицию? Да, у него уже была такая интересная натюрморт, скорее такой композиционный натюрморт. То есть есть такие учебные, а есть такие более творческие. Он увлекался как раз, у него было очень много творческих идей, и каждый натюрморт у него выстраивался не только по системе каких-то алгоритмов, а вот он какую-то частую идею вкладывал, такую вот немножко... Он не любил слово «литературность», но вот что-то такое, мне кажется, присутствовало. Тематическое. Какая-то тематическая такая, немножко выходящая за рамки классических учебных таких вот задач. И он говорит, ну, давайте вот вы просто даже вот просто прессуете, мы посмотрим, как мы будем с вами работать или нет. И вот как раз он взял и меня в свое время, потом взял и Веру. И я помню, что мы успели поэкспериментировать с разными техниками. То есть, с одной стороны, мы уже отработали алгоритмы на поступление, то, что является, скажем так, необходимым требованием к поступлению, какие-то главные базовые там какие-то критерии, которые очень важно отработать, по ним все-таки тоже часто смотрят. И какие-то говорят, давай попробуем так, а давай ты попробуешь вот так, и дал какую-то немножко свободу в творчестве, но все-таки попадая в эти алгоритмы. Наверное, это и сработало. То есть работа, она была... То есть видно было, что уровень не только отработан чистого программы на поступление, а что человек что-то успел еще набрать творческую... Мысль какая-то. Да, мысль, и уже уровень такой более сложный как бы стал. Наверное, вот это она увидела. Когда человеку хочется как раз к разговору о творческой составляющей, когда это не просто набор сухих алгоритмов, а когда что-то еще, когда человеку что-то, вот он уже начал какие-то эксперименты, когда пошла какая-то уже творческая мысль на базе ресурсов, инструментов. Ну вот послушайте, это потрясающе интересно, но как будто немножко тревожно мне, как человеку, как адвокату всех наших прекрасных женщин, которые едва ли найдут сейчас 5-10 лет для того, чтобы получить базу. Ну вот так сказать, по поводу билет как раз. То есть, конечно, это прекрасно, когда ты спокойно готовишься поступать, ты спокойно идешь в эти свои года, и ты получаешь удовольствие. Это, конечно, прекрасно, но не все, во-первых, знают, что это приходит заранее. Очень часто люди приходят за год и говорят, наверное, мне пора учиться, потому что вроде как я решила, что верно я хочу рисовать. Или решил, или решила. Но это часто случается. И, конечно, это более такая насыщенная программа, немножко в панике легкой, но, конечно, люди тоже готовятся и поступают. То есть нельзя сказать, что если год у тебя остался, что все, вообще ничего не надо больше делать, все просто бросить. Нет, конечно, нет. Какие самые взрослые ученики у вас все поступили? А у меня еще, наверное, хочется еще важный момент в дополнение к прошлой теме сказать, что есть очень важный момент. Никто не отменял человеческих способностей. Есть очень важный момент. Куда энергия, там и результат. То есть если человек хочет, то ты порой видишь поразительные результаты, когда есть люди, которые готовились 5 лет, есть люди, которые готовились 3 года, а есть люди, которые приходят за год. Ты понимаешь, ты видишь со своей стороны какие-то сыроватые места, но ты понимаешь, что эти люди способны выйти на очень даже конкурентоспособный, хороший уровень, И человек способен набирать. И я считаю, что нет глобальных ограничений по возрасту. Как раз к разговору Павлана пришли. К нам приходят часто люди, которые... А даже далеко не надо ходить. В Строгановке часто целый ряд преподавателей, которые сейчас очень известны художники. Они поняли, что они хотят рисовать, когда им было лет 28-30. Когда они уже окончили другую специальность. Уже работали. А, например, из каких специальностей приходили? Очень много технических. Часто из Мои. Люди закончили Мои. Почему-то именно из Мои есть много художников. Кстати, у нас тоже есть эти примеры. Строгановка, она всё время тревожит. Слушайте, а там же Строгановка и Мои, они друг напротив друга. Часто случаются союзы. Строгановка и Мои даже брачные союзы. И Строгановка, она как бы своей... То есть Мои тоже, на самом деле, прекрасная целая сеть. И ДК. То есть тоже такой целый мир, можно сказать. Но Строгановка, она немножко... Там мужской мир, а тут же... Да, да, да. Она немножко раздражает. Вечеринки, да, студенческие. Кстати, да, я тоже помню. Пока нет. Да, вот когда же это всё будет объединяется, чтобы всем было интересно. И Строгановка, такие красивые скульптуры, красивое здание. Просто немножко другой мир. То есть через дорогу другой мир. И он многих тревожит. И многие заканчивают Мои, а некоторые прямо уходят с третьего, с четвёртого курса. И таких людей много знаем. Они приходят в Строгановку и говорят, как же здорово. Притом, казалось бы, эти люди очень успешно учились. Это не то, что там всё не моё. Нет, знаете, как раз часто люди, которые привыкли технически именно работать. Но вот тут ты понимаешь, что ты не только технически работаешь, но ты прямо видишь вот какой-то ещё и такой творческий результат. И довольно быстро. Он реально воплотимый. Его можно иногда даже потрогать, особенно если это скульптуры. И люди перепоступают. Люди начинают готовиться, поступают в Строгановку. И в итоге заканчивают и остаются в этой профессии. А часто ещё техническая составляющая ещё и помогает. Потому что если люди работают интерьерами, с какой-то технической частью. Ну, очень много, на самом деле. Технической части. Он попал нам просто сейчас, вот как пример. Но на самом деле творческий мир очень разнообразен. И люди часто получают вот этот приятный ещё и художественный опыт и уже остаются в этой профессии. А вот эта техническая составляющая им только помогает. Ну, и взрослые люди, они часто, когда приходят уже в художественную профессию, часто у них хорошо всё складывается. Потому что они уже пожили другой жизнью какой-то, получили какую-то профессию. И они осознанно иногда приходят. Из-за этого тоже бывает хорошо. Те, которые совсем школьники, и те, которые взрослые, по-разному немножко они обучаются, в зависимости от стереотипов каких-то. Потому что бывает, что люди приходят, юные школьники наши, они часто легко воспринимают новую информацию, потому что у них нет каких-то стереотипов, которые они набрали. И ты им говоришь, как делать, и они делают. И у них быстро идёт рост. У взрослых тоже такое бывает, но это тоже разные люди. Но у взрослых часто возникают стереотипы, что там, например, небо должно быть только голубое, например. Ты сколько ни говоришь, что оно может быть разных оттенков, не всегда это просто усваивается. Но в целом неважно, какой возраст, потому что люди приятно удивляют в любом возрасте. Это вот вообще неважно. Есть ещё момент внутреннего доверия. Иногда к тебе пришёл школьник, и иногда даже школьник, он понимает, что ему нравится, но он немножко ещё бывает, скажем так, в своём мире. Какие-то внутренние есть волнения, какие-то, может быть, какие-то чувства, какие-то там другие волнения. И он приходит, и просто спокойно, рутину, он привык учиться, и он ходит. И иногда вот это вот желание у людей, как часто, почему у взрослых сейчас сложно, я сделаю это очень-очень хорошо, я это сделаю, я вот обязательно обучусь. Как ни странно, именно это людей немножко тормозит. Опять же, ещё сильнее схватывают, их держат, скажем так, за хвост стереотипы, их собственные. И свои страхи, рамки, которые они себе ставят по каким-то срокам там, по каким-то... То есть они ставят действительно себе какие-то ограничения именно от попытки сделать всё очень-очень хорошо. И именно школьник тем, что, ой, ну мне ещё вот надо готовиться, ещё год. И вот он спокойно воспринимает, и это становится частью его возмышления. И вот эти ошибки, какие-то вопросы, они легко уходят. Человек очень легко, скажем так, подстраивается под систему. И получается, что даже люди, которые, казалось бы, школьники, приходят даже за год, как я говорю, они очень быстро порасхватывают вот эту информацию. С одной стороны, они готовятся и ходят очень методично, но с другой стороны, у них есть лёгкое отношение, и нет вот этого внутреннего спора. Потому что часто, когда приходят взрослые люди, они стараются тебя слушать, они тебе доверяют. Они тебя где-то нашли, услышали, увидели. Увидели тебя часто, к нам приходят люди на наших выставках, увидели наши работы. Говорят, хочу так же, и находят нас. Ваша, это конкретно... Наша живопись. Прямо ваша живопись. Наши выставки. Да, поскольку мы часто тоже выставляемся, и вот как раз в Союзе художников проходят выставки, то нас иногда находят через наши работы. То есть люди подходят, вот, например, к работам, кто-то, понятно, где-то хочет купить работу, а иногда люди говорят, а можно взять телефон этих людей, я хочу их найти. А потом они говорят, а где вот вы учились, а можно ли как-то научиться так же. Порой люди нас знают как совершенно разных людей. Иногда нас знают как преподаватели, а некоторые знают нас только как художников, находят нас через нашу художественную какую-то направляющую. И часто взрослые люди приходят, им хочется научиться, предположим, ну, как бы вот какие-то приемы освоить, но они так стараются сделать хорошо, они говорят, вот это должно, я сделаю это так, потому что это должно быть так. И мы говорим, старайтесь все отпустить. Вот просто мы говорим, и вы спокойно делаете, просто наслаждайтесь процессом. Как ни странно, мы говорим так. И когда человек это все отпускает, у него начинается какой-то невероятный рост. И вот это как раз вот случай, когда человек немножко переключается в другой режим, и взрослый человек, и не какую-то уже там профессию за плечами, работает в другой области, очень быстро наверстывает и приходит к какому-то очень хорошему результату. Хотя, казалось бы, с людьми, которые там учились много-много лет, понятно, что им есть что добирать, но очень важно, чтобы когда человек получает новую информацию, она ложилась, скажем так, в нужной ячейке, чтобы она направляла человека внутренне на нужное русло, и правильно человека не сбивало, а, скажем так, давало ему вдохновение и, скажем так, дополнительные возможности. А вот эти взрослые люди, они поступают в вузы тоже потом? Часто случается. Вот я училась очень много взрослых людей, училась со мной, и сейчас они есть. Конечно, понятно, что всегда больше тех, кто под школу поступает, но именно художественные вузы, они знамениты тем, что там учатся много взрослых людей. Кстати, раньше был такой подход, в конце курса, на котором мы учились, и его отец говорит, надо же, вот как сейчас все рано поступают. Вот когда я учился, и я почему не хочу даже конкретно говорить, потому что это был целый пласт людей, он говорит, я вначале закончил школу, потом я приехал в Москву, потом я много, несколько лет поработал, потом я понял, что я хочу учиться, я закончил училище, и уже потом я пришел в Строгановку. И мне кажется, возрастная система людей, возрастная категория людей немножко тоже, скажем так, больше, мне кажется, было людей более взрослого возраста раньше, потому что еще многие приезжали, надо было выстроить какую-то быту, а потом уже понимали, что они хотят... То есть уже какая-то была профессия, которая помогала им, скажем так, держаться на плаву, а уже потом люди поступали, параллельно учились, поступали, и поступали в итоге в вуз. Получается, что возрастная составляющая, она тоже была очень разная, и было больше взрослых людей. То есть это как раз к разговору о том, что ты не обязательно, если ты не пришел, это как в спорте, в гимнастику, там в три года, то для тебя этот путь закрыт. Нет, все-таки, слава богу, художественная профессия, она дает людям возможность в любом фактически возрасте начать развиваться и заниматься этим, и даже чтобы поступить. Важно сделать это просто правильно. Что такое вуз? Вуз — это не только о том, я такая талантливая, или вот такой талантливый человек, или талантливая девушка поступает. Все-таки это набор определенных алгоритмов, которые ты должен уметь показать при поступлении. Нет, все-таки, бесспорно, способности никто не отменял, как я говорю, и важно показать, насколько ты способен к этому. Но, например, опять же, это все-таки работа, когда у тебя будут определенные сроки, когда весь вуз не может, например, подстраиваться только под одного талантливого человека, и даже правильно или неправильно можно говорить сколько угодно. Но человек очень талантливый, но не может вся система рухнуть только ради одного талантливого человека, потому что тогда другие не получат необходимого образования. То есть все равно существуют сроки сдачи, существует определенная программа, существуют какие-то программы обучения, когда важно это людям давать, Люди должны уметь взять эту информацию, уметь создать какой-то продукт, какой-то результат и вовремя его сдать. И поэтому для того, чтобы еще это дело не только о таланте, а чтобы понять, что этот человек способен в этой системе как-то получать эту информацию, чему-то учиться, что-то делать, наверное, это тоже еще определенный критерий. А вот психологизм и всякие инсайдерские штучки, вы как люди из системы, вы этим пользуетесь? То есть, знаете, кто в комиссии сидит, а как ему запах парфюма, а как его смартфоны, его раздражают, не раздражают? В некоторых вузах существует все очень просто. Просто забирают смартфоны на входе, в корзиночку, и там даже вопрос не возникает. То есть даже не встать нельзя, не положение поменять, места с номерами, то есть и такая ситуация. А как вообще смартфон может помочь в рисовании головы? А ты можешь срочно что-то срисовать, подсмотреть, срисовать с какого-то чего-то. Как там мышцы выглядят, или там образец какой-то может срочно. Или даже своего собственного образца. По-моему, да молодец же, молодец. Ты знаешь, что мышца там есть, уже молодец. Или даже со своей работы, которую ты, например, рисовал, ну ты же тренировался, ты можешь на нее посмотреть на свою старую работу. То есть ты уже подготовил как-то ее? И на самом деле я считаю, что если человек способен посмотреть на свою собственную работу, с нее срисовать и делать хорошо, это не самый страшный грех, это не то, что списал, чего-то никогда не делал. Ну хорошо, все равно какие-нибудь жареные факты. Я считаю, что как раз подсказочки, они неплохие. Но смартфон это тоже все-таки считать, это грех. Это считать грехом, да, это нельзя. Да, это нельзя. Предполагается, что вся уже мышечная система, все уже у тебя в голове. Хотя я считаю, что даже когда ты сдаешь экзамен, ты все равно учишься. Вот это немножко такая вот ситуация вынужденной такой организации. Она тоже тебе помогает. Но про парфюм, наверное, сложно сказать, потому что экзамен длится по шесть часов. Не условно, но я какую-то вещь не относящуюся к процессу. И часто смотрящие как раз, которые присутствуют, в отличие от многих других вузов, когда ты вытаскиваешь билеты, ты смотришь глаза в глаза преподавателю, и он вынужден должен вывести тебе вердикт, то тут история совершенно по-другому в художественном вузе. Ты рисуешь в общем числе, и есть отдельно смотрящие, которые просто смотрят за порядком, вытащил ли ты свой смартфон или не вытащил, а уже комиссия, это просто отдельно находящиеся люди, которые смотрят уже просто в ее развешивании. Без человека. То есть человек и работа не стоят рядом. Вот это интересная особенность. То есть ты не можешь особенно хорошо попытаться выглядеть, или особенно плохо для того, чтобы попасть. Все, что ты можешь сказать, все, что ты можешь, ты должен сделать это в листе. Показать на листе все, что ты можешь. А вот по поводу инсайтов можно так сказать. Конечно, бывают ситуации, когда ты знаешь, что в комиссии в этом году, например, такой набор преподавателей или такой, и у них есть предпочтения. Иногда это тоже не особенно работает, потому что, опять же, есть четкие алгоритмы. И вот насколько ты в эти алгоритмы уложился, да еще и как-то свой талант показал, и какую-то свою особую способность. Какие могут быть предпочтения? На самом деле есть очень четкая система, потому что это я бы даже сейчас не стала делить конкретно на Строгановку, но мы тоже можем, если что, к этому прийти. А на вузы. Например, в один вуз они просят поменьше тона, больше построения. Где ты не должен тоном спрятать то, как ты мыслил, пока ты строил ту же голову или геометрию. То есть легче штрих. Да, то есть легче штрих, если вообще его можно. Да, или бывает чисто конструктивный рисунок. Чисто конструктивный рисунок, да. Разные вот свои требования. Да, такой немножко технический рисунок. Но это всё озвучивается? Это всё. Иногда это ещё и не озвучивается. Иногда не озвучивается. Да, просто на опыте ты уже знаешь, что… Это какой-то покер, да. А ты немножко в этой системе. Но ставки высокие. И ты по опыту прошлых лет или по людям, всё-таки коллегам, которые там работают. Вот это официально, там у них висит пример, и ты по примеру понимаешь. А иногда… Но, конечно, иногда нужна расшифровка, потому что иногда висит несколько разных примеров на сайте, и ты просто уже знаешь, что вот этот пример им больше подходит на самом-то деле. Ладно, мы передумали поступать. А иногда приходят люди и говорят, там вот просто сказали нарисовать, а как, я говорю, примеры есть вам, показали на предварительном просмотре примеры найдут? Нет. Вот, например… То есть часто мы ещё занимаемся как бы расшифровкой того, что люди сходили на некоторых дверей, им выдали задание, они узнали, но люди часто не понимают, как к этому подступиться, потому что везде есть, ну, какой-то главный смысл в этом задании. Они просто говорят, вот. А мы занимаемся часто расшифровкой, что именно надо сделать на этом… К чему им готовятся. И ещё есть очень тоже важный момент. Строгановка, например, в последние годы, она, например, любит контрасты, а, например, в другие вузы, наоборот, контрасты не любят. То есть он должен быть плавно переходящим. Это касается всех трёх дисциплин? Это касается, да, калерисунка. Да, потому что в один вуз тебе требуют масло, в другой вуз тебе. Или даже от факультета, например, на реставрацию это масло, а на другие факультеты это, предположим, темпер, гуаш или акварель. То есть зависим. Иногда очень чёткие требования только акварель. И ты вот людей готовишь чисто на экзамен. Вот ещё почему, опять же, тяжело. Вот нужно время, чтобы просто научить и всё-таки человека подготовить именно к вузу. Или часто люди готовят в Строгановку, готовятся и говорят, я хочу для подстраховки ещё другой вуз. А задания совершенно разные. И ты, получается, должен ещё добавлять... Казалось бы, Строгановка – головной вуз. И если ты готовишься в Строгановку, то ты уже везде можешь. Нет, это абсолютно не так. То есть если ты готовишься в другой вуз, ты совершенно на другие алгоритмы настраиваешься. Вот так скажем. Слушайте, ну это целая вселенная. Просто надо сделать... Целая вселенная. Это вселенная, но всё-таки, чтобы не пугать людей, это не настолько страшно. То есть если правильно подготовиться, прийти, и ты понимаешь и говоришь... Вот часто... Ну, я могу судить всё-таки по своему опыту, по опыту наших друзей, коллег, по нашему опыту. Когда люди приходят и говорят, вы знаете, Владимир Владимировна, я хочу поступать вот в такой-то вуз, и это очень здорово. Или вот я не могу определиться, вот у меня такие-то предпочтения. Иногда люди занимаются у нас как раз год, чтобы посмотреть на обстановку, на других людей, которые занимаются, походить по вузам, подням открытые двери, и говорят нам, я понял, я хочу туда-то. И вот мы начинаем уже после этого предельно... То есть он получил какую-то базу, понял, что ему больше нравится, и понял, хочет ли он больше, например, чистый. Когда он чуть-чуть опыт какой-то маленький получил. Я понял, я хочу мединститут. И такое бывает. Часто, например, кто-то хочет чистый, говорит, я хочу быть только художником, я не хочу ничего прикладного, я хочу вот взять и развиваться в этом направлении. А кто-то говорит, хочу прикладное. То есть, в принципе, люди приходят за два года, то есть при том, что всё это звучало очень порой, мне кажется, достаточно страшно и пугающе, но часто, если люди правильно пришли, а ещё и сумели определиться... Иногда мы им, кстати, помогаем определиться. То есть, на самом деле, это не страшно. Ты когда попадаешь вот как бы в руки, когда ты уже знаешь... Профессионал. Когда ты попадаешь в руки уже, это не страшно, потому что, в общем, мы уже знаем, куда, что надо готовить. И человек, он не должен метаться в панике, там, бояться, что вот он поступает. У него есть уже своя дорожка. Он может расслабиться, и он делает свои задания, и просто получает довольствие. Это тот человек, который, да, это вот он выбрал свой путь на Олимп, или на горы чуть пониже. А если вернуться к нашей аудитории, людей, которые распробовали целительную силу творчества, я даже других не найду выражений, потому что... Кстати, как вам вообще эта идея? Вот в рамках вашего высокого профессионализма вы вот эту целительность, этот поток, в него ныряете? А я считаю, что всё, что делалось до этого, как бы это страшно не звучало, всё работает в итоге. В итоге в этом и есть главная суть. Главная суть всего, что происходит. Чтобы ты мог получать удовольствие от творчества, от своей работы, от профессии, потому что многие люди, они ходят заниматься для себя, рисовать, они занимаются и говорят, что это у меня как психотерапия, что я просто прихожу, забываю все свои проблемы и просто наслаждаюсь. процессом, и это очень хорошо влияет. Я сама так же вот работаю, когда вот тоже... Это хорошо описывает впечатление, ощущение тех, кто рисует с нами. У нас всё-таки есть специфика, специфика, которую, кстати, ваши коллеги раньше, которые относились, ну не скажу, высокомерно, но с недоверием. То есть как так? Онлайн, не значит, постукивая по плечу, не поправляя руку, онлайн научиться рисовать. Так вот это работает. Может быть, не вот рисовать, рисовать, строить, но как раз нырять в этот поток вдохновения, и тоновые соотношения чувствовать, и композиции мы учим, это работает. И этим людям... Смотрите, вот есть эта сфера глубокого профессионализма, а если нужна база вот тут? То есть, ну какие рекомендации? Наверное, очень хочется сразу, всё-таки нельзя говорить, ну такова уже наша специфика, трудно говорить об одном, отрывая одно, отделяя одно от другого. Первое, что хочется сказать, у нас сейчас произошла очень интересная особенность. У нас много людей, которые уже когда-то с нами пришли такими вот с нуля, как раз, как говорили, такими пупсиками. Я хочу... Многие пришли же не рисовать, учиться, поступать жёстко. Они пришли и сказали, вы знаете, мы хотим у вас поучиться, я просто хочу попробовать, вот подойдёт ли это мне или не подойдёт. Они остаётся в мастерской, а потом, вы знаете, это я столько вы не знала, оказывается, это то, что у нас, например, есть одна потрясающая девочка, она профессиональный музыкант. Она училась тех же учителей, которых учился Денис Фацуев, вот даже до такой степени, и она часто приглашала, мы с ней посещали концерты. Она изначально, она музыкант, и родители думали, что это её путь жизненный, она это очень любила. И она решила попробовать в какой-то момент путь живописи. Она пришла к нам ещё очаровательной девочкой, совсем юной, с нуля. И получилось так, что ей это так понравилось, она оказалась очень талантлива, её это очень затянуло, и она поняла, я хочу идти вот по этому направлению. Родители говорят, мы столько вложили, хорошо, иди, но, пожалуйста, постарайся вот всё-таки как-то преуспеть в этом, потому что мы столько вот силы и возможностей потратили. На музыку уже. На музыку, да, и вдруг ты вот так резко меняешь путь. Она пианистка, да? Да, она играла на пианины, играет. Да, сейчас уже не знаю, да. Живо, занимает много времени интерьер. И в итоге она поняла, что это её путь. Она, как она тоже поняла, она работала в мастерской, она посмотрела на разных людей, которые к нам приходят. Она посмотрела, в принципе, на окружение, на разные там училища, вузы, и поняла, что это всё-таки её путь. Она стала по этому пути идти. Пошла успешно, поступила. Как и все, поступила. Строгановку, да, интерьер. Закончила интерьер. Они подружились как раз с девочкой, с которой тоже от нас поступила, тоже от нас она готовилась. Они вместе создали фирму. Они очень успешны в мире интерьеров, создают прекрасный интерьер и очень успешно работают. И у них, надо сказать, очень большая востребованность на вот этом вот таком профессиональном рынке. И пока она училась, она не раз замечала людей, которые, будучи студентами, приходили, когда мы выполняли задания, к нам часто приходят студенты, чтобы мы им какие-то тонкости раскрыли, где-то просто элементарно помогли с какими-то вопросами. А некоторые приходят для себя. В УЗИ они выполняют какие-то технические задания, интерьерные задания, проектные задания. А к нам они приходят писать живопись для души. И она говорит, я поняла, что я хочу писать живопись, мне нужно хобби. Вот как раз к разговору. И она все силы пускала именно в Строгановке на профессию. Она способна и подавала большие возможности как живописец, но это как раз разговор о времени. Даже если ты очень талантлив и в живописи, и в рисунке, и как раз, кстати, для тех, кто занимается хобби, это тоже хороший выход. Человек не может физически охватить все, потому что 24 часа в сутках, а руки только две. И она все силы пускала на интерьер. И вот куда энергия, туда и результат. И она добилась как раз в этом результатов. И тут сейчас у нее уже все стало на свою студию, уже есть люди, которые с ней работают. Она говорит, я хочу вернуться к живописи и те способности, которые я не успела, скажем так, доразвить и как раз воплотить свои творческие идеи, я хочу воплощать. И это очень приятно, когда уже не один человек, а люди заканчивают художественный вуз и возвращаются к нам для поднятия именно профессиональных живописных возможностей. И таких людей, поверьте, много. Это очень приятно. И для нас это приятно как для художников, потому что они видят наш процесс развития, потому что за эти годы мы тоже развивали уже какие-то новые творческие направления. У нас тоже какое-то развитие большое прошло. И как бы осмысление, и выбор какого-то такого еще дополнительного пути. И вот эти люди пришли к нам уже, чтобы писать как хобби. Хотя, казалось бы, у них уже есть художественная твердая профессия. Ну, опять же, бывают люди, которые приходят просто сразу писать или рисовать как хобби, потому что не все прошли такой путь именно с профессиональной художественной деятельностью, но много людей у нас тех, которые занимаются чисто для себя. То есть у них есть своя какая-то работа, своя профессия, они туда ходят. Ну, вот это наша аудитория тоже. И они как раз, когда к нам попадают, кто-то где-то чем-то занимался, кто-то просто тоже с нуля взрослые попадают. И очень много людей, которые занимаются только для себя. И тоже надо сказать, что с ними интересно работать. У них очень какие-то интересные творческие задачи бывают. То есть сначала, конечно, тоже там база, но мы можем с ними эту базу набирать какими-то более интересными путями для них. Чтобы... В игровой форме. Ну, как бы, да. Потому что... Потому что, да, потому что все равно база нужна, но просто если, допустим, человек, ты знаешь, что на экзамен должен сделать там геометрический интерморт, ты прямо к этому идешь, прямой дорогой как бы. А тут ты понимаешь, что человеку хочется творчества, и мы с ним идем через творческую дорогу, потому что мы понимаем, что человек хочет именно такого, чтобы ему было это как бы еще и отдушенный с творческими работами. И поэтому у нас много людей взрослых, которые занимаются творческими задачами. И тут интересный ассортимент получается тоже свой, потому что можно и разные техники попробовать. Потом нету никакой паники, что вот это мы должны срочно сдать. То есть человек может что-то для себя попробовать. И техники разные. И можно готовить какие-то творческие работы для выставок. Многие люди потом подсобирают работы какие-то, и они их выставляют. Вот. Многие даже добиваются каких-то интересных успехов в этой области. Кто-то занимается даже выставочной деятельностью потом. Ну, не всем это надо. На самом деле, даже среди нашей аудитории, вот уж где хоббисты, так хоббисты. И я совершенно, я снимаю шляпу перед людьми, которые умеют лавировать между бытом, который лежит на плечах женщины, работой основной и хоббитом. Даже эти потрясающие люди устраивают персональные выставки. О вашем творческом пути вы говорите. Вот развитие вашей выставки. Я знаю, что вы признанные и востребованные копиисты, в том числе, и признанные, и востребованные живописцы. Вот как найти, опять-таки, в сутках 24 часа, пальцев 10, руки 2, как этот баланс найти, что важно, что сейчас в творчестве важно? На самом деле, мы готовимся к новой выставке, и мы сейчас фактически не берем с кардака какие-то заказы, связанные с копиями. Ну, копии, это просто у нас такие были заказы. Слушайте, ну то, что я об этом слышала, это крайне масштабная история. Да, это очень масштабная история. Но когда, опять же, ты можешь как бы разорваться, и ты отдаешь очень много времени какому-то вот этому делу. Поэтому сейчас у нас получается подготовка больше к выставке с творческими работами, но копия – это был серьезный, конечно, такой заход. Это не значит, что мы вообще не берем такие заказы. Но на данный момент у нас сейчас задача подготовиться к новой выставке, потому что как раз речь шла о том, что руки всего две, и наша задача сейчас подготовиться к следующей выставке. Выставка часто проходит в Совете художников, и она такая рубежная. Есть какие-то промежуточные выставки, тоже очень известные, очень приятные, разные проекты. Но есть какие-то рубежные выставки, к которым ты готовился, чтобы выставиться сразу в серии и показать какую-то сразу, какую-то общую идею, состоящую из целого ряда полотен. Почему художнику важна выставка? Почему недостаточно, я не знаю, запостить это в соцсетях? На самом деле сейчас потрясающее время, когда ты можешь, скажем так, делиться с миром своим взглядом, своим творчеством, вдохновляться другими художниками, радоваться успехам других людей. И я считаю, что вот именно такие социальные платформы, они как раз художнику очень помогают. Дают вот эту возможность. Потому что если раньше выставка-то была единственная практически, где ты мог… Как-то показать себя, поделиться общим впечатлением от своих работ. Сейчас, конечно, есть социальные платформы, все сети, еще что-то. И ты можешь поделиться, это очень хорошо. То есть тебе не надо ждать какого-то момента, чтобы как-то что-то показать, что ты хочешь. Ну и, конечно, ведение сетей – это отдельное вообще дело, на которое художнику часто не хватает времени как раз, потому что когда у тебя есть время, ты даешь обычное творчество. А потом потихоньку где-то что-то там сфотографировал, как-то что-то где-то домонтажировал, что-то выложил. Что-то выложил. Потому что одно дело, у тебя получается всегда выбор. Или ты работаешь над контентом, который ты будешь выкладывать в соцсети, или ты непосредственно работаешь над своей работой, над своей каким-то полотном там мастерской. И есть очень важный, интересный момент, что всё-таки, как правило, люди сейчас воспринимают или через экран компьютера, или через телефон. И иногда масштаб работы, вот всё-таки иногда, хорошо всё-таки это не отменяет художественных выставок. Я бы сказала, что это вообще совершенно два русла восприятия. Да, когда ты приходишь в мастерскую, когда ты приходишь в музей, ты оказываешься в атмосфере. Но это не цифровая атмосфера, а это именно атмосфера, полотен, именно иногда немножко, если экраны, они всё-таки подсвечиваются, то это такое немножко другое восприятие. И работает, то есть сила твоего цвета зависит от того, как ты правильно подобрал цвета, и тебя не спасёт подсветка экрана, так скажем. То есть это ещё одно такое интересное направление. Когда ты пишешь, ты тоже думаешь, как это будет уже смотреться в маленьком формате, в цифровом. То есть сейчас ты должен думать о работе, о том, как это будет смотреться в выставочном зале, и как это будет смотреться уже на экранах у людей. Когда ты приходишь на выставку, ты попадаешь в атмосферу, и когда тебе, например, у тебя появляется зал, люди попадают, и они сразу ощущают, мне кажется, легче понять, что художник хотел сказать, или в каком он состоянии находился, когда он писал. Ты попадаешь как бы сразу немножко в мир художника. Когда ты пишешь работу, ты как бы туда себя вкладываешь. Ты себя вкладываешь, и когда эта работа потом где-то висит, она транслирует, и даёт вот эти чувства, которые ты в неё вложил. Мы много говорим о том, что важно передать состояние, потому что, да, запах дождя по другому художнику не передать, кроме как состоянием. А вот ты сказала, что хотел сказать художник. Мы довольно много над этой фразой иронизировали. Ну, потому что, знаешь, это такая тема сочинений, что хотел сказать художник. Реально, каждая работа, и художник прямо именно что-то хочет сказать, не состояние передать. Иногда ты просто наслаждаешься сочетанием. Ты находишь какую-то красивую гамму, и ты думаешь, как эту гамму интегрировать в твою общую идею или в твою какую-то серию. И такое тоже бывает. Ты просто понимаешь, что тебе настолько эта гамма сейчас тревожит, настолько тебе от неё приятно, комфортно, и тебе хочется поделиться этим с миром. А бывает так, что ты хочешь какое-то передать состояние, и ты уже под это состояние ищешь гамму. То есть это всё-таки и есть творческий процесс. Это и есть тот момент, когда инструментарий помогает тебе подобрать нужные цвета, чтобы передать своё внутреннее состояние. То, что часто бывает, что ты не хочешь выразить какую-то философскую именно мысль, какую-то о насущном бытии, о жизни. Нет, ты хочешь просто сделать, чтобы было красиво. Но это тоже отдельная такая сложная история, то, что ты хочешь создать работу, от которой человеку хорошо, чтобы ты её повесил, и она не несла, она тебя не загружала какими-то именно мыслями о проблемах или о чём-то, а просто чтобы она сама собой делала пространство гармоничным. Такое сочетание, чтобы тебе самому было потом приятно её смотреть, чтобы людям было приятно смотреть. И это, наверное, самое приятное чувство, когда ты сделал работу, и ты почувствовал, что она гармоничная, и она тебя потом лечит как бы собой, своим вот этим вот видом, своей композицией, своими сочетаниями. И вот они в тебе рождаются, и каждый раз какая-то гамма появляется, и ты хочешь её выразить как-то, и вот начинаешь с этим работать. И такое впечатление о собственных работах, ну, нередкое, да, что вот какую я красоту сделала, она меня лечит своими гармоничными сочетаниями. Ну, очень со стороны хочется. В принципе, да, со стороны тоже такое, конечно. Ну, ты смотришь, ты всё равно себя оцениваешь всегда. Очень много, вот, например, у нашей аудитории очень много, как мне кажется, неоправданные, слишком строгие к себе люди. А мы все художники к себе всегда строги. Но тут важная проблема, что надо умудриться как-то себя, и где-то ты всегда видишь, что ты хочешь сделать что-то ещё, но всё-таки, во-первых, по мере роста профессионализма ты начинаешь ставить задачи и как бы их решать. Вот ты художник, надо видеть в тебе хорошее тоже. Всё равно, чтобы себя не критиковать. Безусловно, безусловно. Каждая работа – это какой-то этап в твоей жизни, и ты его переживаешь, и что-то получаешь для себя. Мне вот так вот из-за стороны хочется сказать к разговору о требовании. Это просто остаётся за кадром, а Эльвира, как человек скромный, она немножко не рассказала об этом. Мы иногда работаем по отдельности, а иногда бывает, потому что у нас тоже разный график жизни, а иногда так получается, что мы работаем вместе. Над одной работой. Над одной работой, мы кажем своя в разных помещениях, но в рамках одного пространства, в разных ходовой мастерской, и мы можем подойти иногда и посмотреть друг на друга. Иногда просто тоже мы настолько уходим в свою работу, что мы даже не взаимодействуем, потому что настолько вот это время, ты погружаешься, можем 13 часов просидеть за своим холостом, и ты, понимая, не замечаешь, как это время пролетело. Я помню, что вот как раз Эльвира работала над одним латюрмортом. Прекрасная, потрясающая гамма, всё гармонично, всё просто вот, ну, для меня со стороны это казалось идеально, потому что это полностью соответствует её концепции, это соответствует какой-то её серии, и эта работа складывается хорошо. И я смотрю, Эля откладилась, и она смотрит и говорит, мне не очень нравится этот кусок. Я говорю, он прекрасный, он великолепный, обязательно его сохранив, сфотографируй, чтобы это сохранилось, время цифрового контента, даже если ты выложишь, это хотя бы не пропадёт. Раньше художники не могли себе такого позволить. Говорит, нет, нет, эта гамма, она немножко, я хотела чуть-чуть другую гамму, мне кажется, то есть там вот тоже вот такие важные вопросы, насколько что выступает, уходит, создаёт ли, и опять же, наверное, это как раз разговор о творчестве, это огромная работа, это идеально подогнанные какие-то складочки, это идеальные были переходы по цвету. Ну, то есть я могу позволить похвалить его, потому что, да, ну, на мой взгляд, действительно была полностью продумана система, это отвечало каким-то вот задачам, но я понимаю, что как раз о творческой составляющей внутри я, наверное, хотела что-то немножечко чего-то другого. То есть профессионально это было безупречно, но состояние не было передано, которое созвучало внутри. И Эльвира берёт мастихин. Снимает эту краску, в которой она работала 13 часов, 13 часов работы, а потом ещё берёт тряпочку и вот это всё вот так вот стирает, чтобы холд был чистым. И я понимаю, что у меня со стороны, у меня шок, как у зрителей уже в данном случае, это к разговору о требовательности. Она не жалует, она просто... К разговору о соцсетях надо было взять и нажать «рек», и снять это, потому что это был бы очень хороший контент. Это к разговору критикуешь ли ты себя? Ты просто снимаешь 13 часов работы. Ты просто переделываешь, когда считаешь, что это нужно. Пока ты не добьёшься того. Это случается часто. То есть ты делаешь, ты как бы делаешь, когда кусок какой-то работает. Променяй истории, ну вот такие же истории. Или история цветов. У Виктории те же самые все истории. Ты просто смотришь и понимаешь, что это хороший кусочек, но он не совсем то, что я хотела. Ты просто его стираешь. А иногда бывает и дружеская поддержка художника. Все говорят, что художники строги друг к другу. Мне кажется, бытовая ситуация, она всегда всем интересна. Всегда всем интересна, как происходит на самом деле. Уже готовая выставка практически. Мы уже фактически договорились об оформлении работ к выставке. Уже сроки известны. Уже осталось немножко до завоза работ. Серия готова, но мне было буквально немножко парочку мазков поставить и уже там через 2-3 дня чуть-чуть подсохнет и отдаешь в оформление. Последняя работа из серии. Ну, она еще серия у меня не закончена, но на тот момент это была вот пятая работа к этой серии. Эльвира, попивая с моим мужем, который тоже вот как раз тоже готовился к выставке, не спеша, я приехала попозже, мы в разное время писали. Они приехали с мужем, попивая чай, глядя на мою последнюю работу, уже фон полностью решен. Я это там, ты художник, это твоя идея, это твое состояние. Я думаю, а как ты думаешь, вот именно этот цвет хороший для вот этой гаммы? Нет, ну вот как бы она соответствует твоему состоянию. Как раз к разговору состояния. Действительно, это была искренняя мысль, потому что действительно постоянное рассуждение. Это постоянно поиск нового творческого состояния. Филипп смотрит, он тихо, молча кивает, поддерживая. Вот, видимо, они уже пришли к этому выводу, они пили чай, смотрели на мою работу. Так, она вдалеке стояла, и они случайно попались на глаза. И я говорю, а как ты думаешь, вот этот цвет действительно вот отражает вот то состояние, и вообще подходит ли, вот создает ли вот он, действительно ли ты в той гамме, так ли ты хочешь. И я еще только придя, еще скидывая одежду верхнюю как раз зима в мастерской, я смотрю на работу, и я понимаю, что это совсем не то состояние, на котором я проработала, мягко говоря, не 13 часов даже, а уже несколько сеансов. Я просто даже, я не помню, успеваю ли я даже переодеться в рабочие одежды, у которых я работаю в мастерской, я бросаюсь переписывать в следующие сутки я стою, и вот тут, наконец, гамма стала соответствовать. И я поняла, что действительно по-другому просто не могло быть. А на сколько переписывать? Сняла прямо всю старую работу? Где-то сняла, где-то уже просохли слай, где-то просто полностью перекрыла. То есть полностью перекрыла? Полностью перекрыла. Композиционно было так же? Это именно были цветовые какие-то решения? Да, но композиционно сохранив, еще больше усилив ту идею композиции, которая была, скажем так. Это вопрос, когда ты себя критикует, критикует ли себя художник, когда ты просто бросаешься переделывать. Но есть же очень интересные вопросы, когда Третьяков запретил приходить. Лепину запрещал, потому что он приходил и переходил и переписывал работу. То есть всегда, конечно, есть что-то, где ты видишь, но надо, конечно, уметь себя остановить вовремя, потому что ты понимаешь, что здесь ты сделал то, что ты хотел, и это вот хорошо. Это хорошо. Но, опять же, о философии, что необязательно в каждую работу вкладывай в философскую идею. Я считаю, это вообще отдельный какой-то жанр. Есть люди, которые это любят, этим занимаются. Мы всегда, когда работу делаем, так как-то сложилось, само собой, что ты хочешь, чтобы именно работа несла гармонию. И вот ты к этому стремишься, чтобы она несла не поучительную, наседательную, или там какую-то, а вот чтобы просто было хорошо в этой атмосфере. И вот этот угол даже, который у нас на выставке, например, есть большой, или зал наш, который есть, ну, на разных выставках по-разному, чтобы этот угол был такой атмосферой какого-то тепла, гармонии, чтобы людям было хорошо. Вот это вот, наверное, чтобы люди имели возможность расслабиться, переключиться, уйти немножко в другой мир, чтобы сами работы их автоматически переносили. То есть это скорее, это тоже наша задача, получается, то есть у каждого художника стоит какая-то своя задача. В этом смысле слова наши задачи сходны. Что как профессионалы вы можете, какое благословение дать тем, вот как раз, кто идет за состоянием, за гармонией, за потоком в собственном творчестве, уже взрослый, нет возможности прийти в студию. Нет возможности, может быть, сейчас из-за того, что у нас онлайн-обучение, это люди из крайне экзотических вообще точек на карте бывают. Это да, это очень знакомая тоже история. Нас сейчас часто уже часто находят люди из других совершенно концов мира. Наверное, опять же приятно, когда люди понимают, что есть конкретный пример, а когда это не просто какая-то абстрактная история и просто формально ободряющие слова. В нашем окружении есть замечательный художник, я бы уже могу сказать, профессионал, человек, который, можно сказать, не получил бумажки именно о высшем художественном образовании. Но в свое время он нас нашел тоже в Строгановке, потом он как бы закончил, скажем так, какие-то как раз то, что касается курсов и обучения. Он понял, что он хочет развиваться дальше, а поступать в Строгановку он не хочет, потому что у него уже высшее образование за плечами техническое есть. И человек уже в такой возрастной категории, когда уже есть работа и он не может позволить себе бросить работу и бросить Строгановку, которая заберет фактически все его время и все его ресурсы и возможности на данный момент. Надо полностью как бы отдаться процессу. А обучаться он хочет, но надо сказать, все-таки это трудолюбивый человек, но это как раз к разговору о том, что бумажку о высшем образовании получать не стал. Он обучался для себя, он обучался много лет в нашей мастерской, он обучался для себя и как раз очень много онлайн-уроков он тоже брал, брал у разных специалистов. Именно у специалистов той профессии, у него очень много digital, как раз это, очень много работает человек в цифровом искусстве. И поэтому просто каждый определяет свою область. Но он вначале обучился как раз хорошим каким-то академическим основам на уровне того, что ему это нравится. Академические основы как раз вот то, что происходит для себя, а не с целью для поступления. А потом он очень много уроков, он брал как раз онлайн тоже, чтобы углубить свои знания именно в цифровом, чтобы он мог работать в цифровой сфере. И в итоге он отказался от той работы, где у него была очень высокая должность и он был достаточно при твердом положении, о котором мечтают многие люди. Он отказался от этого и ушел полностью в искусство. То есть в один момент он принял это решение и даже у нас, хотя мы, казалось бы, ценим, когда люди добиваются результатов в художественном мире даже для себя, мы были очень даже удивлены, как вот так можно взять круто и изменить свою жизнь. И в итоге он даже рисовал для фильма «Дюна» какие-то моменты, то есть реально достиг очень высокого мастерства. Но это понятно, что человек, конечно, трудолюбивый и очень старательный, но этот разговор о том, как человек может круто изменить свою жизнь, а начиналось исключительно для хобби. И когда он оказался в нашей мастерской, мы спросили его, какая ваша цель, какая ваша задача? Мы часто спрашиваем людей, что вы хотите? Мы думаем, что они будут заниматься для себя, а оказывается, люди через день поступают, и мы просто не успеем подготовить портфолио с этими людьми. Ну, элементарно, за неделю ты его не подготовишь. А мы говорим, какая ваша цель? И знаете, какую фразу он сказал? Я просто хочу хорошо, очень хорошо рисовать для себя. Я ничего не хочу, просто хочу очень хорошо рисовать. А в итоге это хобби, которое его настолько затянуло, что он ушел в профессиональную среду. Да, ну и вообще, все братья людей, которые даже, может быть, и не собираются уходить совсем в профессиональную стезю, даже случайно. Все равно это очень хорошо заниматься чем-то, потому что ты можешь решить какие-то свои проблемы. Во-первых, просто даже пока ты рисуешь, ты немножко как бы медитируешь. То есть ты думаешь о другом, ты уходишь от проблем, ты рисуешь для себя, ты сосредотачиваешься на чем-то, что тебя успокаивает, что тебе нравится, это очень важно. Даже сам процесс, если даже не брать большие задачи, он уже очень хороший процесс. И на самом деле онлайн-обучение, оно все равно нормально отработает. То есть мы сами тоже онлайн работаем с людьми. Раньше мы все, ну, когда и все не работали на онлайне, потом вдруг всем пришлось резко перейти на онлайн, когда вот пандемия началась, всем срочно нужно всегда осваивать, и мы это освоили. Хотя казалось, конечно, что это сложновато для нормального результата, но в итоге, оказывается, это тоже работает. То есть это все уже отработано. В любом случае, человек, который занимается творчеством, его жизнь тогда это богаче, внутренне богаче, то есть ты по-другому начинаешь видеть мир. Ты когда смотришь, ты идешь по улице, ты все равно видишь мир не просто какие-то серые дома, а ты начинаешь видеть эти оттенки, начинаешь видеть эту красоту. То есть когда ты обучился, даже для себя просто немножко коснулся живописи какой-то. Конечно, академическая живопись, она для того и нужна, чтобы ты понял красоту вот этих сложных оттенков. Чтобы ты понял, что серый не серый. Да, 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 да. И вот это, конечно, дает обогащение внутреннее для жизни. То есть ты идешь, и ты везде замечаешь что-то красивое. И это делает твою жизнь намного интереснее. И с каждым годом, вот я сама иду, ты себя развиваешься, ставишь такие задачи, и я смотрю, что мир с каждым годом становится все более интересным и прекрасным, потому что ты сам все время это находишь. И когда человек встает на путь художника, это какой-то такой большой путь, ты как бы встаешь на эту тропу, и она тебя куда-то ведет, и ты не знаешь даже, куда она тебя ведет, но ты идешь в какую-то новую вселенную, которая всегда открывает тебе что-то новое. Поэтому, конечно, надо всегда идти рисовать, где бы ты ни находился, далеко, в экзотическом месте, не в экзотическом, в далекой точке. Конечно, для себя, не для себя, это всегда хорошо. А как раз про онлайн, мы рассуждали, что он онлайн, как мы вообще будем работать с онлайном, это будет совершенно другой уровень. И вдруг ты понимаешь, что проходит время, а ты, не факт, что ты вообще встретишься в ближайшее время с этими людьми, а подготовка должна идти, люди должны что-то делать. Началось все с этого, но у нас уже отработались очень хорошие, конечно, методики, и действительно в этот год все поступили с очень хорошим уровнем эти люди поступили. То есть мы нашли какие-то вот такие интересные решения, тоже искали, наши коллеги тоже искали, не одни мы были поставлены в такой вот, но, слава богу, мы нашли, и сейчас есть много людей, которые сейчас начнем, опять же, с поступления, которые находят нас, которые не имеют возможности приехать в Москву. Есть люди, которые в далеких-далеких городах нашей страны, есть даже не только в нашей стране, но они в какой-то момент приедут, они хотят поступать. И получается, что это дает прекрасные результаты, потому что все равно есть какие-то основные направляющие, когда ты все равно можешь человеку помочь, подсказать. То есть это все равно намного лучше, чем когда человек будет сидеть один в своей скорлупе, страдать, самостоятельно что-то делать, допускать ошибки, и никто его даже не проконсультирует. Конечно, это очень сложно. Одному, и все-таки онлайн это прекрасный выход в этой ситуации. А второй момент, когда такая началась уже подготовка на онлайне, то, соответственно, те люди, которые просто очень любят рисовать и которые всегда хотели этим заниматься, они поняли, что они находятся в практически закрытом пространстве, им надо себя как-то самореализовывать. У нас как раз одна девочка, она училась на философском факультете в университете. Она как раз в пандемию поняла, что ей так нравится рисовать, она начала просто занимать себя. Потом поняла, что ей это нравится. Потом она нашла нас. Мы фактически подготовили ее полностью на онлайне, она поступила в Строгановку, на реставрацию, где там было вообще всего шесть бюджетных мест. А это, казалось бы, она подготовилась ну год там, практически это год. Я не считаю, что это хороший пример, потому что в каком-то смысле слова, что кому-то нужно больше. Она оказалась очень талантливой, очень трудолюбивой, очень осознанно подошла к делу. Я к тому, что есть шансы даже вот такие у людей. Она прекрасно учится, она как бы сейчас очень с большим удовольствием делает и добивается успеха. Но также к нам пришли люди, которые никогда не рисовали раньше и которые поняли, что это такая отдушина. Вот сейчас мы уже видимся и дружим, общаемся, и они к нам где-то вживую приезжают, а где-то продолжают заниматься только на онлайне. И такие люди есть, которые физически не могут приехать. Но они стали понимать, что это совершенно другой мир, что когда они рисуют, они переключаются в совершенно другую атмосферу. И самое приятное, то, что у них появился, то есть казалось бы, у тебя есть какое-то закрытое пространство. Я говорю даже, когда вот сейчас, когда можно спокойно двигаться. Но люди привыкли жить в каком-то своем алгоритме. Они привыкли там идти на работу, там выполнять какие-то бытовые дела. И даже когда времени очень мало, это как, знаете, если вспоминать сказку «Алиса в стране чудес», это как вот открывается маленькая дверца, а там волшебный сад. И вот, наверное, творчество – это такая дверь в тот волшебный мир, когда ты понимаешь, что можно и так, и так. Можно пользоваться акварелью, можно гуашью, можно в рисунок. Это может быть графика, это могут быть просто композиции, это могут быть совершенно разные формы отображения. Можно вообще, когда человек еще не чувствует себя неловко, неопытно, он боится, что он не профессионал. И вот он смотрит на эту академическую основу, смотрит, что там, боже мой, это я что, должен там пять лет рисовать? А он начинает с какого-то онлайн-урока. Очень многие приходят, начиная с одного приема. То есть понятно, что мы не можем одним приемом заменить там какую-то всю базу. Но он видит какой-то прием, он случайно наткнулся на онлайн-урок. Вот я увидел, как рисуют, там рисуют какие-то рыбок, например, или как вот человек свободно кистью ведет, кистью, а у него получается уже там река. Как это происходит? Начинает вначале повторять. Потом человек понимает, что он даже взял минуту, что он лучше, хуже, но освоил этот прием, ему хочется идти дальше. И потихоньку, потихоньку для человека начинает разворачиваться мир. Кто-то действительно идет дальше, добивается очень хороших результатов. Пусть человек не может там, например, освоить чертежи или идти там проектировать какую-то инженерную основу. Это просто другая область. Это просто другая область. Но он может найти себя вот в этом направлении и действительно тоже получить очень хорошие результаты. Почему люди даже для себя доходят до академического искусства? Часто такие совсем творческие такие задачи маленькие, если люди ставят, они часто где-то что-то повторяют. Но когда ты уже много раз повторял, ты хочешь создать что-то свое. То есть ты хочешь не повторять какие-то примеры, а хочешь... Вот ты видишь пейзаж, который никто не сделал, а просто он есть. И ты хочешь делать его сам. И тут нужна академическая, конечно, база, потому что есть много же каких-то вещей, которые открылись веками до нас. То есть художники в 15 веке еще чего-то не знали, а после них уже открылись, как вот это изображается, как это правильно делается. И столько вот этих великолепных художественных благ академических открытых, которые просто надо узнать, именно что они существуют. и даже довольно это быстро происходит. Люди понимают, как что-то изобразить. И когда человек уже немножко присутился тем, что он повторял то, что хотел, он как бы наполнен каким-то одним своим желанием что-то повторить, у него получается новое, он растет, он хочет творческих идей. И, конечно, академическое искусство, даже для тех, кто занимается без себя, оно хорошо тем, что человек может открыть новые грани, он может создавать именно свое на основе академического искусства. А именно академическое искусство дает возможность на базе его создавать что-то, то, чего никто еще не делал. Вот в этом вот и прелесть. Кстати, вспоминаю слова нашего, я помню, следующего кафедра Юлия Петровича, который говорил, что вы, когда приходите в институт, вы как пустой стакан. И вот, когда вы набираете информацию, набираете уроки, ваш стакан наполняется, наполняется, наполняется. И вот как раз к разговору об онлайн-уроках человек набирает какую-то базу, он повторяет, но он начинает набирать. Чтобы выйти на самостоятельное творчество, человеку надо чем-то вдохновиться и что-то набрать. Он говорит, вы как пустой стакан. И он прямо так вот это красиво показывал, художник, сочно, красочно. А потом у вас начинает это все перебалтываться, и стакан начинает полискать. И вот когда стакан начинает полискать, вот это вот после этого начинается творчество. То есть, чтобы начать, чем хороши в любом случае онлайн-уроки на любом уровне, ты начинаешь вдохновляться, ты начинаешь набирать информацию. А потом человек уже где-то даже, даже, предположим, кто-то взял и пошел академически дальше учиться. А ему хочется какой-то прием подсмотреть. И он смотрит, а как этот вот художник делает, а какие еще варианты есть. И он что-то еще добирает в свою копилку. И даже для того, чтобы понять, что тебе нравится, что тебе не нравится, ты как бы проходишь вместе на онлайн-уроках, опять же, этот путь вместе с художником немножечко. Пусть понятно, что у художника есть багаж, и он не случайно делает этот мазок, а за ним еще как бы целая такая, целая схема, целая 3D-схема, как, почему он пришел к этому мазку. Но, тем не менее, ты за ним повторяешь, и ты потихонечку, потихонечку начинаешь набирать. А когда ты набираешь, иногда понимание включается, когда ты именно за кем-то повторяешь. И часто к нам, кстати, тоже бывают, приходят люди, которые ходили на какие-то мастер-классы, и они могут повторить, но они могут сами. Но, тем не менее, эти мастер-классы, уроки, они дали им понимание, что они уже краску мешают, они как-то уже могут. И кисть они могут держать. Потому что вот просто прийти с нуля, даже, предположим, человек во взрослом состоянии хочет как-то вот глубинно развиваться еще прямо профессионально. Есть люди, которые хотят в этом работать, хотят всю свою жизнь все, как говорится, поменять коренным образом жизни, только как одушенную. Но без онлайн-уроков они тоже бы к этому каких-то или живых уроков. Ну, или живых, не только онлайн, да. Эта встреча с искусством и творчеством, она может действительно произойти где угодно. И это случайный взгляд, да, на серый блик на стене, в котором ты вдруг увидела цвета, или это действительно прием, или золотая рыбка. Каждый послал приходит. Я уверена, что встреча с вами тоже станет для кого-то, я убеждена, я знаю, что это так работает теперь уже, станет для кого-то вот этой точкой кристаллизации, станет для кого-то этой песчинкой, из которой потом вырастет жемчужина собственного творчества. И я вам этого от души желаю, от души желаю таких встреч, как у нас сегодня с замечательными художницами, преподавателями, творцами, в широком смысле этого слова, владелицами собственной художественной мастерской, Виктории Ишаминой и Эльвирой Ишаминой. Ну, какое-нибудь благословение всем тем, кто рисует или начинает рисовать, или только думает, и сегодняшняя встреча станет первым стартом. Вот что важно? Всегда хочется вот что сказать, что каждый приходит к этому по-своему, а кто-то приходит через онлайн-уроки, кто-то просто увидел, они созерцают какую-то красоту и говорят, я все время смотрю, но мне так захотелось это выразить, и люди приходят благодаря этому. Я считаю, что всегда можно прийти, в любом возрасте можно к этому прийти, с любым уровнем, с любой профессией. Это как окно в новый мир, который является потрясающе отдушиной, даже для профессионалов, которые, став профессионалами, работают в какой-то своей узкопрофессиональной среде, они тоже приходят писать и тоже для себя устраивают такую вот отдушину. Это получается как новая грань для них, их самовыражение. Я считаю, что можно прийти к этому всегда, потому что это способ наслаждаться, радоваться жизни, переключаться, и порой даже не важно, как ты это делаешь. Важно в какой-то момент, чтобы начать особенно, ты просто берешь в руки кисть, и ты уже вместе со своей кистью, с этими попытками, ты просто уходишь в другой мир. Ты просто переходишь в другое душевное и физическое состояние. И как бы сам процесс, он тоже является психологически, во всяком случае, часто целебным. Даже уже сам процесс. Да, это точно. Вот Виктория хорошо сказала. Хочу добавить, что если что-то хочется делать, даже если ты еще ничего не умеешь, потому что ты ничего не делал никогда, надо все равно не бояться, идти, пытаться в разных техниках искать что-то, что тебе нравится. И, конечно, если хочется что-то делать творческое, надо обязательно этим заниматься. Тем более, еще бывают маркеры, карандаши, иногда начинается просто с рисунка на салфетке, маленький блокнотик, который у тебя лежит в сумочке. Ты ждешь... Иногда бывают сами предметы, человека манят заняться творчеством. Ты приходишь в художественный магазин, и там столько всего прекрасного, даже если ты не художник, ты просто видишь, какая же это красота, вот эти великолепные маркеры, эти великолепные блокноты. И мне кажется, это прекрасный повод начать заняться темнотворчески. И все время дарить тебе маленькие подарки, потому что сама профессия, само увлечение, само вот такое вот дело, оно все время помогает тебе искать приятные сюрпризы для себя. Спасибо вам за тот подарок, который вы сделали мне. Спасибо, что пришли к нам за этот подарок для нашей аудитории. И спасибо за то, что были с нами. Это был подкаст «Чистый лист». Оставайтесь, пожалуйста, на interclass.com. У нас впереди еще много интересного.